Сейчас я тоже нахожусь. Крепляю. Крепляю. Да, ну и первый вопрос такой очень общий может быть. Что для вас творчество, ну вот лично для вас и может быть, ну да, как вы на данный момент это осознаете и чувствуете? Ну, по большому счету, конечно, творчество – это жизнь. И жизнь – это творчество, можно так в обе стороны кидать. То есть для меня жизнь – это в каком-то смысле лаборатория, это творческая лаборатория, да. То есть и если брать какие-то человеческие идеалы творчества, они, конечно, связаны с творцами, с большой буквы. То есть они восходят где-то наше представление о чем-то высшем, которое создало нас, создало Вселенную, которое обладает бесконечной способностью творить. И если проследить вот человеческие идеи в отношении творчества, это в каком-то степени попытки соответствовать вот этим высоким идеалам, которые существуют в богах, которые творят всегда. То есть творит шива, танцует танец. Когда ему надоест, он начинает разрушать то, что сотворил, и затем творит новые вселенные. Творят за семь дней, по-моему, да, сотворил христианский Господь, Господь, христианский Бог сотворил этот мир, включая Даму и Еву в последний день там, да. И, наверное, если взглянуть вот в такой вот сквозь призму творчества на жизнь, мне кажется, очень удачное такое словосочетание было найдено французским философом Анри Бергсоном. Он ввел представление о творческой эволюции, да. То есть общее, общечеловеческое представление об эволюции, о развитии, он одновременно плотно, неразрывно связал с творчеством. То есть, согласно Бергсону, эволюция-то и есть непрестанное творчество, да. А творчество проявляется вот в процессе эволюции, творчество вселенной, творчество людей. И здесь, наверное, для того, чтобы понимать вот, ну, мое понимание творчества, чтобы его раскрыть, нужно более подробно сконцентрироваться на вот этой эволюционной перспективе, связанной с развитием, с переходом в новые качества. Существует очень много. Это очень древнее человеческое видение, такое эволюционное, развивающееся. И существует очень много разных моделей эволюции. Я не беру дарвиновскую модель, там и все вещи там связанные вот с такой биологической эволюцией, то есть научно-безглядной эволюцией. Я беру фундаментальные мировоззренческие представления о развитии, об эволюции, которые, ну, связаны прежде всего с разными мировыми религиями. Потому что, в общем-то, как мы с самого начала сказали, творчество и эволюция вместе связаны. Они связаны с творцом, то есть с неким высшим идеалом творчества, которое творит по определению, не может не творить, для которого жизнь творчества. И мы можем вот эти идеи проследить в жизни многих великих творцов, великих художников. Вот такое вот стяжание Бога в своей жизни, уподобление, риск, азарт и жизнь как такая творческая авантюра. И поэтому для вот такой, ну, всеохватной, всеохватного видения, я бы не сказал даже, что это модель, теория или представление, такое видение того, что такое творчество, ну, нужно, конечно, как мне кажется, обязательно иметь четкое представление о том, что такое творчество в лоне глобальных мировых проектов, связанных с мировыми религиями. Потому что именно они на протяжении тысячелетий формировали нас и задавали, ну, некоторую матрицу того, в лоне которой мы, собственно говоря, и творим. И эти матрицы различные. Вот я вижу такую общечеловеческую матрицу, связанную с шаманизмом. И шаманы, наверное, это первые творцы, это первые, как говорил Мерчи Лиадо, мастера трансценденции экстаза, которые в, ну, Лиадо определил шаманизм архаичной техникой экстаза, то есть самая древняя, самая ранняя. И экстаз, ну, это выход из привычного, нормального, вообще принятого состояния жизни, да, то есть выход в мир духов, согласно шаманскому представлению, где нет уже в мире духов материальных ограничений на видение и на контакт прежде всего. То есть шаман в состоянии экстаза видит вне материальных ограничений физического глаза, слышит вне ограничений физического уха и так далее по всем органам чувств. И он может общаться с душами, то есть с душой озера, с душой коровы, с душой горы и так далее. То есть с духами всего. И в шаманском мире, наверное, вот оттуда тянется такое выражение «душа с душою говорит», да? Потому что, по сути дела, творчество не может быть понято вне вот нашей разделенности и нашей множественности. Потому что иначе зачем нам творить, зачем нам развиваться, если мы самодостаточны, если все у нас есть. А идея развития, она тесно связана с представлением творческой эволюции. И здесь важно, вот еще один мыслительный ход, понимание направления, то есть куда мы движемся, куда мы развиваемся, куда мы эволюционируем. Мне кажется, что здесь вот нам может помочь анализ того, от чего и почему возникает такое многообразие вопросов. То есть почему мы ищем ответы и о чем эти ответы? Мы с детства почему, как известно. Только мы научились говорить, мы уже начинаем спрашивать. Мы осаждаем библиотеки, книги взрослых. Ну, Выгодский говорил, что ребенок развивается, когда есть зона ближнего развития. То есть когда он находится в ничем не ограниченной связи, коммуникации с близкими взрослыми. То есть когда он получает отклик, когда он дает этот отклик. Вот когда есть такая взаимосвязь живая, человеческая, ничем не ограничена, тогда максимальное развитие. Когда эта взаимосвязь каким-то образом ограничивается, ну, существуют какие-то каноны, как должен вести себя ребенок, как он должен обращаться к взрослым, тогда ткань жизни нарушается и возможности и для развития, и для творчества становится меньше. И если вернуться к смыслу нашего вопрошения, что же мы ищем с помощью ответов на наши вопросы? Мне кажется, что он лежит на поверхности, потому что мы же спрашиваем, нас интересуют не любые ответы, правильно? Нас не интересует ложь, нас не интересуют трюки, нас не интересуют туфта, нас интересуют ответы о реальности, наверное. Мы ищем через вопросы ответы на то, как оно есть на самом деле. Мы люди, ситуации, возможности, планы и так далее. То есть мы ищем реальность. И мне кажется, это и задает направление творческой эволюции. То есть мы развиваемся в сторону становления все более и более реальными. И если мы примем эту точку зрения, то это дает нам особый взгляд на искусство, на науку и на все другие человеческие практики, а также на жизнь. Потому что жизнь тогда становится лабораторией творчества. Вся жизнь. Не спектакль, не когда я беру мольберт или сажусь там за музыкальный инструмент, сочиняю или выступаю, а вся жизнь. Когда я общаюсь, когда что бы ни происходило, в какой-то момент, все это лаборатория творчества. Потому что любой миг я могу использовать для развития. Развитие, следуя Бергсону, это творческая эволюция. Они нераздельны. И вот мне кажется, для того, чтобы вот такого рода взгляд применить, посмотреть, как он работает в мире творческих профессий, ну в частности в мире студентов театрального вуза, то есть и как в ключе этого видения можно было бы, ну чуть-чуть подстроить, может быть, что-то добавить в жизнь будущих актеров, в их образование. То мне кажется, что для того, чтобы здесь у нас были какие-то интересные выводы, нам нужно иметь реальное представление о человеческой ситуации прежде всего. Потому что без вот этого первого шага, без реального представления о том, кто мы, что мы, где мы и так далее. Вот мы не можем построить фундамент, да, без на зыбучих песках, без надежных, надежной опоры, мы не можем развиваться, мы не можем идти дальше. Поэтому, ну вот, мне кажется, здесь также ответы, они абсолютно очевидны, они связаны с нашей человеческой историей. То есть если мы посмотрим, то примерно 40 тысяч лет этой истории связаны с миром шаманизма, 50 тысяч лет назад, где-то появились первые шаманы. И удивительно, и это очень важно, мне кажется, в это же время появилась первая пещерная живопись, и в это же время появились первые захоронения. То есть до этого люди не хоронили своих умерших. 50 тысяч лет назад появились древнейшие погребения. У нас есть замечательный исследователь Смирнов в России, из Института этнографии, который писал в статей несколько книг на эту тему. То есть он исследовал все древнейшие погребения, их ориентиры, и, как мне кажется, смысл трех совпадающих событий, начало шаманизма, в этом сходится, ну, где-то кто говорит 40 тысяч лет назад, кто-то говорит 60 тысяч лет, ну, плюс-минус, вот этот интервал точнее, по-видимому, мы не можем определить. И с этим совпадает начало искусства, пещерная живопись, и начало какого-то человеческого отношения, представления о большем мире. То есть жизнь не кончается со смертью физического тела и появление заботы об умерших, которая затем развивалась от поколения от поколения и стала, наверное, центральной доминантой эволюции. То есть забота человека, забота о душе, забота о других. И вот эта вот озабоченность, другими озабоченность собой, это, мне кажется, важнейшая вещь в нашей жизни. Вот с тех древнейших моментов, когда мы фиксируем появление маркера человека. То есть, конечно, если размышлять о человеке, то существует же очень точное определение классическое. Homo sapiens, например, да, человек разумный, да, мы отличаемся. Разумный. Мы говорим. Homo erectus. Человек прямо стоящий, да, прямой. И это очень важно, потому что, ну, мы не отличались от животных, у нас были четыре лапы, а потом мы встали, мы разогнулись. И у нас появились два свободных органа, две руки, которые нет необходимости опираться все время. Эти руки могут вычесывать блох у суплеменника, там, сооружать шалашер, делать орудия труда, добывать пищу, строить города, делать наскальная живопись и так далее. То есть, освобождение рук, новая степень свободы, да, создала возможность для нового эволюционного развития. И что мы наблюдаем сейчас? Весь мир, в котором мы живем, создан нашими руками. Вот этими двумя парами рук, жителей Земли, все абсолютно создано этими руками. И аналогичные вещи происходят и с другими органами человека. Уже не физическими органами, а органами сознания, как говорил Мираб Константинович Мордашвили. То есть, у нас есть органы сознания. И эти органы тоже развиваются, и принцип развития их тот же самый. То есть, когда они освобождаются от связанности на личной ситуации, они могут развиваться дальше. И вот этот принцип очень важный, мне кажется. Он связан с идеей Homo erectus, очень важный в творчестве. То есть, для того, чтобы творчество происходило, нужно пространство для творчества. То есть, помимо мотивов, помимо талантов и так далее, ситуации, необходимо свободное пространство. Необходимы новые степени свободы. И если их нет, то мы имеем воспроизводство существующего. Творчество возникает, когда открывается нечто. И если вернуться от этого к человеческой ситуации... Да, извините, сейчас, прежде чем возвращаться, мне хотелось бы погулять еще по другим определениям сущностей человека, которые существуют, ну, такие общепринятые мировые традиции, в том числе антропологии, философии. Юзеф Хитинга ввел очень точно представление о человеке как Homo ludens, человек играющий. Игра как сущность мировой культуры, его известная книга. И есть масса развития этой темы. Магическая игра, игра сознания, лилы, например, игра сознания божественной в индуизме. Космическая игра как высший принцип. У Гурофа есть аналогичная книга, где он свои философии излагает. Он согласен с древними индусами. В жизни есть вот такое проявление игры. Великая игра со всеми ценностями культуры у Германа Гесса, игра в бисер, да, магистр игры там. И до этого в предшествующем романе «Степной волк» великая игра в магическом театре сознания, по сути дела, которые, с помощью которых главный герой Гарри Галлер воссобирает себя, то есть все свои возможности, проходит путь индивидуации и становится целым, пройдя все испытания, да. То есть здесь, ну, Гесса был пациентом Юнга, как известно, несколько лет, и «Степной волк» – это такая, ну, художественная инструкция, художественное изложение идеи Юнга и художественный путеводитель по индивидуации, по сути дела. Так вот, «Homo ludens» – это, мне кажется, чрезвычайно важно. Ну, во-первых, лучше все играют на свете, конечно, дети. Ну, и некоторые актеры, которые имеют доступ в мир детства, которые не забыли, у которых прямой доступ, не через какие-то системы личные индивидуальные, которые сразу стали детьми и уже все, нет границ. И как писал Галич там, «Мир опять становится миром детства». Ну, помните, там «Окликнет эхо давним прозвищем, ляжет снег по кровам пряничным. Когда я снова стану маленьким, а мир опять большим и праздничным. Когда я снова стану зябликом, когда я снова стану яблоком, когда я снова стану маленьким, а мир опять запахнет яблоком. Меня снесут с крылечка сонного, я очнусь от скрипа санного, когда я снова стану маленьким, и мир чудес узнаю заново». Это кадыш, цикл его стихотворений. То есть, мир чудес узнаю заново. Это ключ, мне кажется. И поэтому недаром такого рода ключи рассыпаны в культуре, рассыпаны в христианстве. Будьте как дети, ибо их есть Царство Небесное, да, ключ Христа. Потому что, будучи слишком умным, одновременно означает быть ограниченным. То есть, жить в этой культуре. Собственно говоря, если посмотреть на творчество Ницше, то это протест только против этого. Он называл это моралью, он называл это философией, там, Канта, язвительно к Кенигсбергским китайцам. Но, по сути дела, это борьба против ограничений, которая связана, ну, прежде всего, с христианством и с культурой, а также с какими-то другими вещами. Выйти. И, по сути дела, Ницше – это вот такая философская попытка жизни как творчества, закончившейся, ну, в каком-то смысле, поражением, то есть, туринская эйфория, безумие, потом отключка для внешнего мира. Во внутреннем мире там что-то продолжалось, по-видимому, но для внешнего мира там те нормальные системы коммуникации были разрушены, утрачены, и Ницше уже не выглядел нормальным, здоровым и вменяемым. Но подвиг был совершен, и я думаю, что вся современная философия и русская, и мировая, она развивается, она не могла быть после Ницше иной. Все великие философы XX века испытали на себе влияние Ницше, конечно, и мировая культура. Я думаю, что больше, чем психоанализ на сущностном уровне. И в двух словах вот этот импульс, это тоже импульс творчества, потому что, помните, в Заратустре Ницше, как заколдованный, постоянно повторяет одну и ту же фразу. Человек есть нечто, что должно превозмочь. Вот такой апофеоз трансценденции и экстаза, шаманского, по сути дела, превозмогать любые ограничения, ограничения человека на пути к сверхчеловеку, ограничения культуры, ограничения науки, ограничения жизни, вперед, 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 превозмогая все, любые границы сметая их. И вот если это тоже использовать как определение сущности человека, а, кстати, подобного рода интенсию мы можем найти, ну, если брать вот какие-то современные гуманитарные проекты в транспарциональной психологии, которой я достаточно долго занимаюсь, и Абрахам маслу 10 лет занимаясь гуманистической психологией, он один из основателей важнейшей гуманистической психологии, потом водрузил поверх, наверхушку пирамиды, поверх ценностей бытия и творчества, которые составляют высшие ценности гуманистического проекта, ценности самотрансценденции, как главные, высшие, основные, людей, без которых никуда. То есть это, по сути дела, то же самое нитшианство. Человек из нечисуса должен превозмочь. Homo transcendus я это назвал, человек преодолевающий, человек трансцендирующий, преодолевающий все и вся. И мне кажется, что вот собрать все это, то, что мы начали обсуждать в отношении творчества, можно в таком целостном понимании человеческой ситуации, которая, ну если использовать какие-то существующие глобальные представления, по возможности наиболее универсальные в гуманитаристике мировой, и те, которые используются и в духовных традициях, и в древних культурах, и в современной философии, и научные представления. Мне кажется, что это представление о человеческой ситуации как шести главных измерениях человеческой жизни. И первое измерение, оно, наверное, наиболее важно, первое и второе для человека творческой профессии, для актера, это, конечно же, персональное измерение. То есть мы, собственно говоря, и есть тот мир, который есть у нас. То есть мы и наш мир вместе рожденный, нераздельный и так далее. Что это означает? Ну, на уровне таком простом, материалистическом мы знаем, что мы имеем факт рождения определенный, согласно Грофу, например, травма рождения оказывает существенный отпечаток на всю нашу последующую жизнь. Мы имеем определенного рода гены, развитие, мы рождаемся в определенном месте, в определенной культуре, и поэтому определенный язык зовет нас и пробуждает нас определенного рода сонастройку с миром и с близкими. И этот язык мы используем затем как коммуникативный канал с миром и с другими людьми. И здесь, конечно, очень важно, мне кажется, понимать, что я и мой мир связаны очень интимными. Эта интимная связь, ну, наверное, самая сокровенная связь, которая только есть в нашей жизни. И мы можем в двух словах проявить главные характеристики персонального измерения в том, что я вижу в мире, я вижу в людях только то, что есть во мне. Ну, скажем, если у меня нет широкой, дифференцированной системы восприятия чего-то внутри меня, в мире моей души, во внутренних пространствах, то я это не вижу ни в других людях, нигде. И в этом смысле весь мир есть, ну, как говорил Шопенгауэр, наверное, моя воля и моя представление. И мне кажется, что Шопенгауэр был гораздо ближе к реальной ситуации, ну, в отношении характеристики персонального измерения, чем Фрейд, который испытал влияние Шопенгауэра и говорил о том, что люди живут в частичных ошибках и неведении, проецируют свои проблемы, конфликты, ограничения на других людей. Вот это фрейдовское психоаналитическое представление проекции очень невинно, потому что мне кажется, что проекция тотальна. Мы все проецируем. Мы полностью проецируем себя на других людей, на любую ситуацию, используя других людей, и все как вешалку для проекций. И по большому счету мы, конечно же, в значительной степени видим и встречаем себя. Конечно же, мир и другие люди сопротивляются вот этой экспансии нашей и прорывают наше ограниченное видение, проявляя новые возможности. Но это всегда вот такого рода творческий диалог двух систем отчета. Меня, например, и другого человека. Меня и публике, если это происходит в зрительном зале. Поэтому, мне кажется, если вот спроекцировать эту ситуацию на актерское образование, то, конечно же, человек может стать хорошим актером только тогда, когда он с рождения любит странствовать по душам других людей. Это метафора, ключевая для творчества Льва Шестова, русского философа. Он основной жанр своих философских книг так называл странствия по душам. Нам помогает странствовать по душам искусство прежде всего. Конечно же, оно передает не логический строй, не понятийный, не смысловое, а все. Она передает жизнь, в которой есть все слои. В том числе те, которые не выражаются ни на каком научном языке, дискурсе, ни на какой другой гуманитарной культуре. И в этом абсолютно необходимость искусства для нашей жизни. И языков искусства, все они, все жанры, виды искусства, они за тем, чтобы общаться, за тем, чтобы выразить себя. И вот здесь очень важный вопрос, и он выводит нас в следующую плоскость, связанную с вторым измерением нашей жизни. То есть есть ведь не только мои персональные измерения, а есть более чем 7 миллиардов таких персональных измерений на планете Земля. И они все абсолютно различны. То есть различий между ними гораздо больше, чем сходства. Хотя мы живем, ну как говорил Фуков, в антропологическом сне. То есть такое большинство людей имеет натуралистический взгляд на все. Главной характеристикой которого является считание по умолчанию, что все люди видят точно такую же реальность, какую вижу я в данный момент. И по умолчанию это предполагается во всех действиях. И это именно реальность, которую я вижу. Вот в виде этой комнаты, например, сейчас, в виде людей, которые в этой... Это и есть реальность. Хотя на самом деле все, что мы воспринимаем, видим в качестве стола, стульев, стен, света, вида из окна. Это в точном смысле не сама реальность, а мое восприятие реальности. То есть на самом деле это поток восприятия, который модулируется перцептуальными схемами, проходящими через сенсорные каналы, различной программой обработки вот этой сенсорной информации возникает на, как говорят буддисты на 17 этаже. Буддисты на 17 этаже детально описали творение мира, изначального переживания. Это Абхидхарма Коша, известное собрание текста буддийских Хасанги и Васубандки, второй век нашей эры. И до сих пор современная гуманитарная культура освоила только максимум 4 этажа из 17. Так что вот здесь можно понять, что нам есть куда двигаться, что постигать и куда расти, в плане даже понимания того, как творится мир в нашем восприятии. Не так-то много выдающихся гуманитариев напрямую понимали эту ситуацию. Но о том, что мы работаем с восприятием, что, например, психотерапевт работает на самом деле, работая с клиентом, работает с восприятием клиента, изменяя его восприятие в отношении некоторых ситуаций, раздвигая восприятие, помогая какому-то объему, большей осознанности, отрешенности и так далее. И происходит то, что называем исцеление, потому что исцеление напрямую связано с продвижением по пути становления более реальными. То есть, по сути дела, в этой точке зрения, в такой эволюционной творческой перспективе, наша болезнь это тоже болезнь связана с тем, что мы нереальны, мы иллюзорны. Мы существа, живущие в матрице, но пробуждаясь, становляясь более реальными, мы исцеляемся, прозреваем. И вот необходимость второго измерения эволюционной перспективы, как раз она определяется движением в сторону большей реальности. То есть, нужно выйти из своей скорлупы, из своей, хоть и бесконечной в каком-то смысле, тем не менее, односторонности, персонального измерения. Нужно выйти к другим людям. Да? Это как-то связано с тем, что мы часто сталкиваемся с людьми, которые приходят и говорят, что да нет, я не творческий человек, или у меня совсем не творческая профессия и так далее. Вот в контексте того, о чем вы говорите, с чем может быть связано вот такое восприятие человека, и есть ли деление на творческое, нетворческое, творческих людей, нетворческих профессий и так далее. Вот. Или если это творчество тотальное, то почему тогда человек этого не ощущает, какие-то люди этого не ощущают и уверены в этом и доказывают? Нет, ну одна из таких пессимистических картин в отношении того, что происходит на планете Земля – это сон. Мы все спим. Фуко называл антропологическим сном и подобного рода метафоры, они есть везде, там симулякры согласно Бодрияру, то есть мы не в истинной реальности живем. Это все подделка или матрица, Вачовские, испытавшие влияние Бодрияра, там, и Грофа, кстати, промоделировали вот эту ситуацию. Ну и универсальная вещь, связанная с каким-то пробуждением... с пробуждением это сна. В наше время проснуться еще сложнее, может быть, в каком-то смысле, потому что та среда, в которой мы живем, современная городская среда, она очень агрессивна, она очень сугестивна. И вот тот информационный шквал, натиск, которому подвергаются все жители мегаполиса, прежде всего, конечно, а также сейчас и, поскольку мир становится большой деревней, то все жители планеты. Да, как Ленин когда-то говорил, там, коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Ну, сейчас у нас смартфонизация всей планеты. Это какой-то другой совершенно строй, который, ну, кто-то описывает как тотального зомбирования жителей Земли с помощью зомбоящиков и массовой культуры. Такого медийного, агрессивного весьма и весьма управления. И поэтому, конечно же, здесь выскочить из этого, из чего-то предначерченного, мне кажется, втройне сложно, потому что нам очень сложно противопоставить что-то вот в отношении этих мощных действительно сил, которые ограничивают и формируют нас на очень многих уровнях. Как говорил Фуко, власть невидима. Да, она как поле, которая незаметно, молчаливо окутывает нас, такая душит мягкими, в мягких объятиях. Мы этого не замечаем. Мы привыкаем, как когда-то говорил Достоевский, и ко всему-то человек подлец привыкает. Да, вот мы привыкаем к этому сладкому сну, имеем свои пять копеек, что называется, каждый день там свою систему удовольствия, стимулов. И, в общем-то, нам большего не надо. Мы забыли о том, что когда-то мы были творцами или стремились уподобиться и стать сотворцами. Мы забыли о тех человеческих проектах, которые подарили человечеству основатели великих мировых путей, в том числе мировых религиозных путей. Мы по-особому читаем жизнь замечательных людей, такая знаменитая серия советская, да, то есть героическая жизнь великих творцов, да. И, в общем-то, мы спим, и большинство людей, в общем-то, ничего-то и не надо, сверх этого, сверх вот дозволенного набора удовольствия. Но те, кто хочет развиваться, те, кто хочет узнать реальную ситуацию, те, кто хочет стать реальными, они, в общем-то, должны решать одни и те же задачи. И вот второй круг реальности связан с другими людьми. Если в первом круге реальности самое главное, самое главное, вот, ну, в том числе для любого человека и для актера, это правда первое. Потому что без правды нету дальше ничего, ни развития, ни реальности. Если нету, вот, кстати, вы упоминали Дима Шаменкова, его системы управления здоровьем и исцеления, это номер один. То есть без правды, Шаменков говорит, век здоровья не видать можно, ну, век свободы не видать, век эволюции не видать. И поэтому это основа основ. И я считаю, что это, я называю правду или истину, благородство, ну, все остальное, что с кем связано, катализатором творческой эволюции. Потому что если мы хотим правду, если мы ищем правду, мы можем развиваться и становиться более реальными. И этот путь развития будет неизбежно творческим путем. То есть я не могу представить себе развитие без творчества, без эволюции. Другое дело, что продукты, формы будут для каждого человека разные. Те, которые для него наиболее как-то вот, ну, свойственны, может быть. Это могут быть вот, ну, какие-то формы, принятые в разных разделах творческих, творческих жизни, творческих профессий, творческих людей. А могут быть совершенно другие. То есть может быть человек, он творит в общении, творит в любви, творит в повседневной жизни. Потому что жизнь – это творчество, и это источник вообще любого творчества дальше. Значит, и второй катализатор главной эволюции в персональном измерении, но также он играет роль и во всех других, это игра, уже упомянутая. И если посмотреть, а что здесь главное, мне кажется, что это ничем не ограниченная обратная связь, которую дают дети друг другу в игре. Ведь ребенка хлебом не корми, только дай поиграть. Любого ребенка можно мгновенно соблазнить, сказать, давай поиграем. Скажешь, давай! Неважно во что. Главное играть. Почему? Игра настолько пьянит, настолько, потому что в игре нет ограничений. В игре можно проявляться, можно говорить, а я, а ты, а что? Понимать, получать, обмениваться жизнями и идти. И у взрослых наиболее продуктивной формы решения проблем, проектов, те, в которых максимально присутствует игровое, исходное детское начало, ничем не ограниченное. По мере ритуализации ограничений все меньше и меньше творчества возникает. И совсем строгие логичные подходы, они в каком-то смысле вообще нетворческие. Они в пределе могут только воспроизводить самих себя и не сотворять ничего нового. Вот и если говорить о личностном измерении, то, конечно же, на первом месте это работа, связанная с максимальным развлечением. И мне кажется, любой художник делает эту работу. Максимальное развлечение, то, что называется вкусом, взглядом, оттенки, нюансы, энергии, эмоции, красота, все оттенки, оттенки. 50 оттенков всего должно быть. Эмоции, жизни, восприятие. Почему? Да потому что только если у меня есть в моем внутреннем измерении это многомерное сложное пространство, я буду видеть это в других людях, я буду видеть это в жизни, я буду способен проявлять это на театральных помостках. Если этого нету, то ничего и не проявится. По волшебству или по действию таблетки человек не станет великим актером. Ничего проявлять. Поэтому здесь, конечно, говорят, что нужно много труда. Но труд, на самом деле, он связан с этим. И это можно поставить, ну, в актерских школах, как, например, ну, различать краски, различать стили, различать голос. Там, 50 оттенков голоса. Какие бывают голоса? Какие пространства создают голоса? Интонации. У меня, например, вот мне повезло, с детства я слушал лучшие мировые голоса в семье. Отец фанатом был пения, сам имел очень яркий драматический тенор. И с детства играла музыка, мировая вся. Поэтому я знал в нюансах вот те различия, которые существуют между, ну, скажем, в исполнении Арии Коварадоса из Тоски оперативной, между Марио Далимонопе, там, или Владимиром Атлантовым, Энрико Карузо, там, или Мария Ланса, например, там, американский тенор, да? То есть вот эти нюансы отец показывал и ставил неразличия. И затем эти вещи становятся необратимыми. И поэтому я, например, сейчас очень хорошо различаю голоса и все нюансы голосов человеческих. Мне это голос человека говорит мне намного больше, нежели что бы то ни было иное. Очень важно слушать музыку. Я, например, слушаю музыку всех стилей, всех жанров. И очень важно, чтобы эта музыка была, ну, реально хорошего качества. То есть это должно быть, ну, реальное выступление в очень хороших залах, лучшие исполнители. Обязательно должны быть импровизаторы, потому что вот импровизаторы – это особая совершенно категория музыкантов, скажем, которые творят. В моменте порождает эта искра творение очень важно. И для творца это очень важно. Вот эту искру чувствовать себе и других, творящую, которая дальше создает вот уже конкретное что-то. Что еще, мне кажется, важным? Слушать, ну, обязательно, если, например, это индивидуальная работа, индивидуальное прослушивание музыки, то должны быть очень хорошие записи. И сейчас это возможно, потому что, ну, вот сейчас выпускается даже классический рок-записи в студийных. Например, у меня там большая коллекция музыки студийного качества. Это обязательно 24 бита. Не 16 бит, как на стандартных компакт-дисках, а в 64. Раза более детальная. 24 бита. И вплоть до 192 кГц. Ну и новые форматы DSD, там, супер-аудио CD. Вот у меня несколько тысяч такого рода треков. Фантастические по качеству студийные мониторы, такие английские, которые использует, например, Хан Симмер, известный голливудский композитор. Это квестит трехполосные. И, ну, вся система сделана так, что абсолютная достоверность воспроизведения концертного зала или студии. То есть, слышно все. Абсолютно все. Мельчайшее дыхание, мельчайшие интонации. И, ну, я сам, например, примерно полчаса иногда, если есть возможность, час в день могу слушать разные стили. Я всеядный. Главное, чтобы было по-настоящему. Как говорил Ницше, из всего написанного я люблю только то, что написано кровью. Пиши кровью, ибо кровь есть дух. Да. Все должно быть по-настоящему, жить на всю катушку. Вот те, которые зажигают и по-настоящему творят, исполнители, вот их слушать всегда интересно. И вот те нюансы, которые ты слышишь, они раздвигают и помогают тебе создавать очень такое многомерную, неописуемую ни в чем внутреннее пространство развлечения, которое затем автоматически работает у тебя везде, в твоей жизни. Ну и, конечно же, существует масса других возможностей шлифовать, нюансировать у актера, например, двигательные возможности, возможности проявления телом. Это чрезвычайно важно для актера, потому что, по сути дела, тело – это интерфейс. Ну, если использовать такой компьютерный язык, с помощью которого мы связаны друг с другом и с миром, потому что наша душа же проявляется через нашу тему, через разговор, да, если мы не способны выразить нюансы какие-то, да, если мы не владеем ни техникой актерской речи, а если мы не можем выразить свою душу, неважно, какая техника, да. Барды многие великие, они никогда не учились пению, но они пели так, что, дай бог, нынешним звездам оперной сцены так выражать душу. Поэтому здесь главное, конечно, я думаю, вот в этом – шлифовать, совершенствовать возможности движения. И тут масса, например, боевых искусства, тайцзидзюань, цигун, если брать вот такие канонические китайские вещи. И масса всевозможных театральных жанров, которые существуют, там, японские, там, тайваньские, театр, там, какие-нибудь, там, масок, там, и так далее. Тайский театр, ну, и европейский масса разных экспериментальных театров. То есть очень много возможностей выражения. Вот, скажем, мой друг Вадим Демчок, взлет его, я думаю, что важнейший этап его работы с развлечением был связан с его индивидуальной одиссеей, странствием по душам, что выразилось вот в его программе «Арликиниада». Это нынешние спектакли, а если вот посмотреть, откуда это началось, это его работа на протяжении нескольких лет на канале, на программе «Серебряный дождь». Вот его программа «Безумные Фрэнки», Фрэнки Шоу, когда каждую субботу на протяжении часа он появлялся в образе какого-то безумца. Он практически все сценарии писал сам. Там и Ницше, и маркиз де сада, и Гроф, и Будды, и вообще всех-всех-всех, и Мира и Матье. Он странствовал по душам, выражал самую суть и затем это проговаривал. То есть вот этого опыта, такого опыта, ну, я думаю, никого из актеров и режиссеров нет. Такого странствия, такого погружения, такого вчитывания и перепроживания. И это то, что Демчок несет людям, актерам в своих спектаклях. И я думаю, что все это будет еще больше развиваться. Ну и второй проект, это чисто нитшанский проект, который он сделал с Пашей Мунтианом и еще двумя другими друзьями. Это мистер Фримен. Вот все выпуски, которые были, это эпатажный учитель-провокатор. То есть вид, такой гибрид Оша и нитша для нашего времени там, который тоже не испровергает, обличает, эпатирует, выходит за пределы и говорит напрямую то, в чем мы сами не можем себе признаться. Мне кажется, что вот это такой прямая коммуникация, абсолютно прямая. То, что добивался в своем театре жестокости Арто, это суть, собственно говоря, театр жестокости. Прямой контакт с реальностью. Иначе смысла нет в этом театре. Вот это важнейшая характеристика Владимира Ремчуга. И это разомкнуло его мир. Это помогло ему выйти из клетки персонального измерения. Странствия по душам сделали его таким вселенским актером, режиссером, человеком, которого, собственно говоря, возможности выразительные не ограничены. Я думаю, что это хрестоматийный образец для всех будущих актеров. Пожалуйста. Не только школа Михаила Чехова, которая в основе мастерства голливудских актеров, как мы знаем, лежит. Но и в России это постоянно воспроизводится. И есть великолепные возможности. Ведь мы не ограничены Щукинкой, мы не ограничены Геттисом. Да, мы можем, и я убежден, великий актер может возникнуть только, когда жизнь является творческой лабораторией. То есть, когда мы сами вкладываем. Потому что научиться чему-то великому в обычных театральных вузах невозможно. Там тебя сделают профессионалом, который будет достойно играть различные роли, но ты не станешь великим. Нужно дерзать, нужно устремляться. И величие проявляется вот в этом подвиге жизни. Когда жизнь становится творческой лабораторией. Когда я сам начинаю делать себя каждый миг и превозмогать. Вот тогда что-то может получиться. Реально получится. И вот если в персональном измерении первая работа, два катализатора, помните, правда и игра, обратная связь. Дальше главная практика развлечения. Вторая главная практика объединения, это шаманская практика. И третья главная практика нитшанская выход за пределы любых ограничений. Это вот личный подвиг в личном измерении. Я это, независимо от того, какая моя профессия. Я могу это делать, могу совершенствоваться. И есть масса возможностей, масса образцов, масса технологий и практик в отношении того, как мы можем развиваться. В межличностном измерении, которое, я напоминаю, служит для того, чтобы стать еще более реальными, выйти из персональной клетки, у нас особые правила игры. Потому что для того, чтобы мне выйти к другому человеку, мне нужно каким-то образом постичь его. Зайти в его душу, повидать свою душу. И даже если я в совершенстве использую свой интерфейс телесный для общения и для коммуникации с другим человеком, еще не факт, что это будут соответствовать, я войду в мир другого человека, а он войдет в мой мир человека. Поэтому мне кажется, что здесь тоже есть два главных, вернее, три главных принципа для такого рода работы, которые, конечно, автоматически применимы и для актерского развития театрального пространства. Первое и основное это нужно... оно связано с отношением... как мы можем войти в мир других людей, когда у нас нет препятствий, правильно? Ни с нашей стороны, ни со стороны другого человека. То есть, ну, люди говорят, что это такая открытость по отношению к другим людям. Как возникает препятствие? Как правило, это какие-то культурально усвоенные концепции. Что лучше, что хуже, выше, нише, опасно, не опасно, стоит, не стоит. То есть, перегородки, которые возникают у нас по отношению друг к другу. И они затем создают наше препятствие к общению и коммуникации друг с другом. Душа уже не может за что и говорить. Значит, поэтому, вот если это сжать до простого принципа, то это первое, основное, это принимать других без каких бы то ни было ограничений. Принимать. То есть, в основе этого лежит представление, конечно же, о фундаментальном равенстве всех людей. То есть, между нами в этом отношении не должно быть никаких преград, никаких перегородок. Иначе, век свободы не видать, напомню, иначе я не смогу выйти из клетки персонального измерения и стать реальным. Поэтому только тогда, когда я отношусь ко всем людям как к равным на фундаментальном уровне, независимо от религии, цвета кожи, дохода, времени проживания религии и так далее, когда есть фундаментальное равенство, тогда я могу, тогда нет никаких препятствий для того, чтобы входить в душу друг друга. Вот это номер один. Когда есть вот такое фундаментальное приятие, тогда возможно объединение. То есть, первое, принимать друг друга, вне каких бы то ни было ограничений, за пределами, насколько возможно. Второе, объединяться с другом. Ну, конечно же, мы знаем, что в жизни мы не можем полностью объединяться, то есть, с какими-то нашими любимыми, с которыми у нас, возможно, самые близкие отношения. Мы объединяемся на уровне тела, на уровне энергии. С большинством людей мы можем, ну, пожать друг другу руку, улыбнуться, обняться, войти в эмоциональное созвучие, делать какие-то совместные проекты, там, быть членами, там, одного института, там, одной страны, там, и так далее, жителями. Носить один язык, то есть, другие форматы объединения. Но в идеале это максимальное объединение, потому что без объединения мы не можем проникнуться, мы не можем постичь другого человека, и, значит, не можем выйти, не можем упустим свой шанс стать более реальными. Значит, и только тогда, когда выполнены два первых условия, только тогда возможно понимание. Только тогда. Сперва максимальное принятие, затем максимальное объединение, и затем только возможно максимальное понимание. И я обращу просто, Кристина, ваше внимание, что внимание и понимание, у них один корень, они описывают сходные вещи, а также вынимание, а также обнимание. Мания, 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 то есть, здесь вот такая вот, есть некое поле, связанное вот с контактом. То есть, для того, чтобы возникло понимание по классическому определению, когда мы что-то понимаем, мы помещаем то, что понимаем, в ряды каких-то явлений. То есть, у нас есть у каждого классификационное пространство в нашей жизни. Такие ряды памяти и нахождение человека, явления, проявления чего-то в каком-то ряду, который у нас есть, вызывают переживание, которое мы называем пониманием. Место нашлось. Да? Но на физиологическом уровне, чтобы это произошло, мы объединяемся с человеком и получаем в себе нейрологическую копию современной нейронологии. Нейронологии детально описали, как это происходит. То есть, с помощью зеркальных нейронов в нашей нервной системе, в коре головного мозга возникает копия другого человека. Например, когда я говорю, эта копия связана с тем, что про себя вы повторяете все, что я говорю, с теми же самыми интонациями. Да? Вот это способствует возникновению этого образа. То есть, примеряете на себе и возникает понимание на невербальном уровне в том числе. Значит, вот это понимание. И, как правило, в гуманитаристике акцент в отношении людей делается на понимание и пропускается первые два уровня. То есть, герменевтика, она вся говорит о понимании, контакты, понимание и так далее. Но здесь, мне кажется, этот уровень очень важный. Михаил Бахтин, вот он более тонок был, когда говорил о коммуникации. Бахтин, напомню, он вел представление о диалогической структуре сознания, реальности, языка. Это очень просто. Он описал Эмир Достоевского через это. Диалогичность это как раз и есть. Когда уже мы есть. Не один человек, не монада, а мы. И есть связь между этими мы. Бахтин говорил, я цитирую буквально, что каждое слово, которое мы говорим другим людям, уже содержит в себе предчувствие реакции слушающих эти слова людей. То есть, вот сейчас я говорю, вы слушаете меня и слушает Фоново Марыся, и то, что я говорю, и то, как я говорю, оно уже каким-то образом включает вас в мой поток речи. То есть, это и сам себе поток этой речи, это не просто вибрация, но одновременно это мой выдох, то есть, я выдыхаю. А что я выдыхаю? Я выдыхаю себя. Я выдыхаю свой внутренний пространство, свой опыт, свой мир, свою жизнь. Вот коммуникация. Очень важно, что мы вынимаем из себя в коммуникативном акте, что мы внимаем из себя. И как мы, и это имеет прямое отношение к творчеству, вдохновляемся. Вдыхаем и обновляемся. То есть, да. Вдох-новение. Вдох иновение произошло там, да. Вот эта микро- и макродинамика вдоха-выдоха и взаимообмен, она ключевая, конечно же, в творчестве. У Вадима Демчога, вот книгу, которую я издавал очень давно, с нее началась наша дружба, самоосвобождающаяся игра. У него есть представление как раз вот детально о трех уровнях актерской игры. И он говорит о чрезвычайной важности контакта актера со зрителем, например. И смотрение на себя. То есть, есть роль, есть актер и есть зритель в его триаде. И только тогда, когда есть свобода вот в этих трех измерениях, тогда есть настоящая игра. Актер, он всегда в роли полностью и полностью вне роли. У него есть абсолютная свобода. Он не ограничен никакой роли, никакой сюжета, никакой. И мы можем это в творчестве гениальных актеров, возьмите Смоктуновского роли, там, да, Янковского, там. Я недавно пересматривал «Сталкера», там, и Андрея Рублева-Тарковского, там, смотрел работы, там. Ну, это совершенство. В этой, в скупой какой-то роли, как в фильмах Тарковского, такой эскетической или, скажем, такая бурлескная игра Джека Николсона, там, в лучших его ролях, там, или Мэрл Стрип, там. То есть актер вот такой настоящий голливудский, идущий от Михаила Чехова школы, там. Там это все максимально присутствует. Поэтому только тогда, когда у нас есть вот эта живая связь, тогда есть творчество. Только тогда, когда у нас есть игра, тогда есть творчество. Почему, например, женщины флиртуют? Почему они заигрывают? Да потому что это и есть творческая эволюция. Поэтому это и есть жизнь. Когда женщина флиртует, она как дельфин, который, как известно, видит и воспринимает за счет эхолокации, пуская отсюда вот ультразвуковые волны, летучая мышь также через сонар видит, и работая с отраженной реальностью, живой, точно так же и женщина, через флирт пускает вот это волны своих собственных игривых состояний и воспринимает отраженную картину в виде реакции людей, которые присутствуют здесь, мужчин там, и мгновенно принимают решение, это стоит ли, не стоит с этим человеком танцевать, там, или идти в кино, там, или это скукотень безнадежная, и тут ничего не добьешься. Поэтому вот в актерской игре, конечно же, очень важно понимание сущности флирта человеческого и игривости вообще. У нас, видите, большая часть людей, они не актеры, они собираются становиться актерами. То есть они приходят, это обычные люди, которые пробуют театральные практики, обычно у них очень, вот как я говорила, очень конкретные цели, вот, ну, либо для работы, либо очень много каких-то личных, связанных с коммуникацией, со страхом публичности и так далее. Вот это все... Им нужны некоторые навыки декламации, разговора, там, ролей, свобода, там, да, проявлений, эффектные, как сейчас. То есть это, конечно, вот беда большая, это такое медленное убийство искусств, совершаемое рынком. Вы помните фильм «Все на продажу», да, известный. «Все на продажу». И, конечно же, рынок – это неизбежный бич нашего монотеистического общества, которое возникло после восхождения протестантизма и становления современной демократично-капиталистической рыночной цивилизации. «Мир как супермаркет», так одна из книг называется, да, очень точная в отношении природы. То есть вот был замечательный теолог Харви Кокс, который в книжке «Искаженный восток» высказал очень яркую мысль, почему, например, восточные аутентичные практики искажаются на Западе. «Искаженный восток» книга. Да потому что для того, чтобы функционировать на Западе, для того, чтобы стать известным, существовать в какой-то форме, они должны быть изменены и принять форму западного субъекта, западного броса – это только форма товара. Потому что главный механизм, по которому происходит распределение всего денег и главный коммуникативный канал – это рынок. Если нет товарного вида и оберки, то и буддизм не будет распространяться, та или иная. Поэтому вот в этом рыночном механизме, который, конечно же, все утюжит и все зашнуровывает, многие аутентичные вещи, в том числе и вещи, связанные с творческой эволюцией, жизнью как творчеством, они не слышны совсем. То есть их просто не существует для этого мира. И, ну, селяви, как говорится, поэтому каждый живет какой угодно жизни. Я не собираюсь там улучшать или как-то модернизировать, давать советы в отношении того, как с помощью актерских техник там улучшить продажи чего-то. Это не моя специализация. Но если человек хочет развиваться, по большому счету, жить на всю катушку, тогда вот то, что я узнал из своего опыта жизни, то, чем я делюсь, он может быть кому-то полезным. Ну, то есть я имею в виду, что помимо навыков, которые каждый так получает, большая часть людей все равно сталкивается с тем, что это внутренняя работа, что это какая-то глубокая работа, ее не избежать. И получается тогда, что потребности у этих людей, ну, такие же, ну, как вот то, о чем вы говорили, то есть какие-то глубинные потребности, они те же самые, верно, да? Конечно, конечно. Вот если перейти вот конкретно вот к пространству работы межчеловеческому, миру отношений, да, с другими людьми, то здесь есть как мощнейшие практики религиозные, ну, возьмите, например, хасидизм Бубера, я и ты, да, вот диалог человека с Богом. Этот жанр вообще разговора с Богом, он, ну, имеет какое-то место и в наше время. Я знаю, ну, несколько таких интересных попыток такого рода диалог в совершенно недавнее время осуществлять. И также всевозможного рода другие способы странствия странствия по душам. Вот Лев Шестов, я говорил, там, Арлекиниада, Вадима Демчога. Но каждый человек может сам совершать вот этот древний шаманский подвиг, да, выходить в мир духов и общаться по закону Кипплинга. Мы с тобой одной крови, ты и я, да? Вот это вот на сущностном равенстве закон джунглей. Как выжить в диком мире, да, говорить правду, открытое и сущностное равенство. Тогда, значит, мы сможем общаться. Душа с душой только может говорить. И мне кажется, для каждого человека такого рода возможности есть, и мы можем общаться с другими людьми. Не только в рамках учебного курса, не только на прогоняя и готовясь к спектаклю, например, или отрабатывая актерские роли, но и в жизни. Там как-то ни в чем не отказывая себе, в отношении выражения себя другим людям, да? И мы можем сами там пытаться петь, на чем-то музицировать, ну, тоже не запретил иметь свои хобби. Вот моя наставница в мире там йоги звука и пения Сильвия Накаш, удающийся мастер вокала и такого фундаментального индейского, она вообще считает, что 21 минута, это минимум, человек должен петь. Каждый, неважно, поет он где-то там, как он использует голос, но вот в душе, под струей воды каждый может петь, да? Как там в одном из прекрасных фильмов, там показан был певец, как этот фильм называется, который только под душем пел, в совершенстве. Я смотрел, прекрасно совершенно такой классный фильм. Вот это очень важный момент. Чувство юмора, космическое чувство юмора дает нам возможность отрешаться и воспринимать все, ну, не так серьезно, потому что, ну, чувство юмора возможно только тогда, когда ты не относишься слишком серьезно ни к чему. По большому счету, то есть ты можешь смеяться тогда над всем, чем угодно, потому что юмор это там, где есть дурак какой-то. Если дурака нет, юмор невозможен, вообще невозможен. Он возникает в цирке, где дураки дяди клоуны взрослые, такие непутевые, и дети хохочут, потому что даже детям очевидно, что как глупы эти взрослые, и насколько умны они, это вызывает чувство творческой радости и стремления расти еще дальше. И вот фигура дурака в мировой культуре там, и Хаджана Среддин с его незабвенными трюками. Мне кажется, что вот это другой очень важный аспект, имеющий отношение к творчеству, и он связан тоже вот и с персональным измерением, и с измерением измерением межличностным. Кстати, это только два из шести фундаментальных измерений человеческой ситуации, но об остальном говорить можно тоже очень долго, но это уже высшие этажи, и для актера они, может быть, человекотворческой профессии не самые актуальные. Они важны для того, чтобы стать реальным, для духовного подвижности, для каких-то гуманитарных масштабных проектов, для ученых. Но для актеров, если говорить о баскетической практике достаточно первых двух измерений. И здесь вот следующая тема, которая тоже много лет меня занимает, это связь безумия и творчества. Я достаточно давно в нее вглядываюсь, и пишу, изучаю, веду семинары на эту тему, даю интервью, последний интервью с Гордоном там на канале «Психология-21» в отношении безумия и творчества. И мой тезис здесь тоже очень простой, что все новое приходит в наш мир под маской безумия. Потому что, ну, если даже чисто логически посмотреть, то обычный мир, общепринятый мир, это общепринятая реальность, где все чудесно, в городе Багдаде все спокойно, как всегда, все повторяется, да? А вот мир другой, мир ночной, мир безумный, мир богов, мир тумана, если ежик в тумане, да, там, мир подводный, он связан с измененными состояниями сознания прежде всего. А измененные состояния сознания, несмотря на настороженное отношение к ним со стороны мейнстрима, тем не менее, для того же мейнстрима и для всей человеческой культуры играет фундаментальную роль. Потому что все новое через эти состояния в наш мейнстрим, в наш общепринятый мир и пришло. Через необычное, через безумие расширились двери восприятия, как говорил Уильям Блэйк, да? Если бы двери восприятия были распахнуты, все предстало бы перед нами, как оно есть, бесконечно. Это цитата из Блэйка. И одновременно великолепная формула творчества. То есть в фильме «Танец бесконечности» я беседую с мастерами из разных областей, из мира искусств, разных искусств, из мира науки. Ну, в основном там духовно ориентированные психологи, транспарсональные, интегральные, процессуальные, ну, некоторые ученые. И из мира духовных традиций. И вот тайна, которую поведали мастера через меня миру, а мастера, я использую это слово в булгаковском смысле слова, мастер, да? А не подмастерье. Вот мастера, они и потому и мастера, что они нашли путь бесконечности. То есть они в своей жизни нашли бесконечность, которая только и является ничем не ограниченным миром, бесконечным ресурсом, бесконечными возможностями, бесконечным открытым пространством, куда можно двигаться, рождать. И, соответственно, вот тем главным условием творчества. И мастера делятся в фильме, я так все попытался им помочь, рассказать эту историю. Пути к бесконечности, о том, что ограничивает нас, что мешает нам открыться бесконечности. Поэтому фильм так и называется «Танец бесконечности». То есть бесконечность приглашает, предлагает себя. А мы не замечаем, отворачиваемся, предпочитаем играть в свои игры. Но если мы хотим раскрыться, если мы хотим творить, то для нас неизбежна эта свадьба с бесконечностью и танец с ней. Это нераздельные вещи. И великие мастера человечества, в общем, они все открыли эту тайну, потому они и мастера. Я в этом глубоко убежден. И бесконечность, то есть свобода ото всего, безграничность, бездна, хаос, много имен у различных проявлений этой бесконечности. Она, конечно же, ужасно, пугающе, безумно, опрокидывающе. И встреча с ней для творца – это важнейшее испытание и важнейшая проверка, важнейший экзамен, конечно. И, как правило, сразу она не происходит. Сразу бесконечность не танцует с нами в каком бы то ни было танце своем. Она может нас напугать, отвратить, вернуть обратно в привычные лона. И об этом тоже очень много в жизни творцов. Но одним из ликов бесконечности является безумие. И эта связь подмечена давным-давно. Ну, во-первых, потому что история безумия, она неразрывна от истории светлой страны нашей жизни. И она связана с властью, со всеми человеческими понятиями и так далее. И вообще с историей всей культуры человеческой. Когда-то, еще во времена Древней Греции, ну, как, по крайней моменту, говорит Джулиан Жейнс, очень известный философ и исследователь Гомера, он утверждает, что все греки были сумасшедшими. Тотальная шизофрения – это характеристика древнегреческого общества. Они все слышали голоса, они все действовали в соответствии с этими голосами, у них не было местоимения «я» и не было никакого чувства истории. Это все современное каноническое определение безумия. Так что, в каком-то смысле, современный мир вырос из этого мира глобальной шизофрении, и мы иногда туда возвращаемся в древние времена, если нам это зачем-то нужно. Но некоторые возвращаются и не могут вернуться обратно в так называемый нормальный мир. Но помимо этого, если брать вот историю европейской культуры, то такое каноническое определение безумия было дано Платоном. То есть, я имею виду четыре вида безумия, насылаемые четырьмя богами. Это Зевсом – отцовское всеподавляющее безумие, это Эросом – Амок – эротическое безумие, Аполоном – полонийский экстаз, героизм и Дионисом – бакханалия. То есть, такой эргоистический экстаз. Вот четыре вида безумия, которые наблюдал Платон, поздний Платон. Ну и затем ситуация развивалась. Фуко прекрасно, мне кажется, наиболее полно дал генеалогию безумия в цикле своих работ и показал, как возникло безумие в нашей культуре и как оно развивается сейчас. В чем колоссальная проблема творца, как мне кажется, любого, кто претендует на что-то – это страх перед безумием, страх сойти с ума. И пока не постигнута творческая, животворящая природа безумия, пока мы с безумием не стали на «ты», мы не сможем быть творцами. Никогда. Но проблема работы с безумием состоит в том, что мы настолько от него хорошо защитились всем инструментарием дневной культуры, в которой мы живем большую часть жизни, что что-то делать с безумием, как говорил Мирапа Бардашили, всегда уже поздно. Всегда уже поздно думать о безумии, описывать его, идти в безумие, потому что любые пути, любые слова, любые инструменты и любое наше мышление о безумии, всего лишь воспроизводит то, что мы уже знаем. Поэтому мы само суть безумия постигнуть в каком-то концептуальном аппарате не можем. В безумии нужно как в туман идти. И вот за многие годы я разработал такую стратегию коммуникативную движения в безумии и танцы с безумием. И я провожу ее на своих семинарах. Сейчас очень долго я не могу просто говорить о всей этой стратегии, потому что это там порядка семи главных компонентов, одной из которых является детальная история безумия, то есть нужно знать историю безумия и ее фундаментальную связь с умием, то есть с нормальным миром. Как они возникают нераздельно, норма и ненормальность, и взаимоопределяют друг друга. Вот это как инь и янь. И одно является аспектом или стороной другого. И потом словарь безумия. То есть для того, чтобы говорить о безумии, нужно вернуться по времени назад, в то время, когда еще не было современного медицинского знания безумия, то есть до рождения современной психиатрии. И в русском языке есть великолепные словари, словарь Даля, слова Срезневского. И в этих словарях находятся ключи. И богатейший язык в отношении говорения безумия. Затем, пользуя этот опыт словарей, я составил современный словарь, который не медицинский, не психологический, не гуманитарный, на котором можно очень богато говорить о безумии. Помните, 50 оттенков, да? Вот 50 оттенков безумия. Там у меня несколько десятков категорий, и в каждой категории несколько десятков ключевых слов. И это слова, повторяю, не медицинские, не психологические, не психиатрические. Оказывается, в великом, могучем русском языке можно говорить о безумии, ускользнув от привычных ловушек. Вот, потом специальные коммуникативные стратегии, то есть путь дурака я использую, корабль дураков, очень известная метафора, идущая от Себастьяна Бранта, потому что в те времена, в средние века безумцев не лечили. Когда-то их держали в тюрьмах вместе с преступниками, потом их стали помещать на корабль и отправлять. На старый корабль, без команды, на воле волн и так далее. И вот эта метафора, она тоже очень важна для постижения безумия, проживания безумия. То есть я использую ряд вот таких точных культурных инструментов, которые помогают путешествовать в безумие. Я использую мистерию безумия Платону, такой храм безумия она у меня называется. Я там играю роль жреца храма безумия Протия. Имя такое вот Протий, ну то есть Прото, который в основе там, и вот в наше время Голема, который эту весть о безумии творческой природе реальности неофитом, дает вот через такое испытание перед ликом четырех платоновских богов. То есть мы проживаем вот эти четыре вида безумия, там и так далее, там такая интересная мистерия, которая происходит. Но это дает реальный опыт. То есть шаг за шагом мы начинаем знакомиться с необычными состояниями сознания, оставаясь другой ногой в дневной реальности. То есть мы можем идти в безумие и обратно, мы перестаем пугаться безумиями. И у нас есть тонко выстроенное дифференцированное путешествие. Это раскрывает многие творческие ресурсы. Ну конечно же, мало только такого переживания, очень важно вот внутренняя работа на уровне энергии. Ну прежде всего эмоциональных энергий, словесных энергий и дыхательных энергий. И тут очень много важных инструментов, которые я бы рекомендовал актерам и вообще людям искусства. Ну прежде всего, конечно, пранояма. Ну и вокальные тоже вот вещи, которые позволяют и слушать, и слышать, и воспроизводить тончайшие нюансы. Потому что только тогда мы можем жить вот в этой вот ничем не ограниченной реалии, которые мы получим от безумия, от открытия туда. Так что, мне кажется, здесь колоссальные творческие возможности, очень много путей. И каждый человек может выстроить свою индивидуальную творческую лабораторию, рассматривая свою жизнь как творческую эволюцию на пути к большей реальности. И использовать инструменты своего рода, своей жизни, своего искусства, например, для того, чтобы выражать себя. И свои глубины предъявлять людям, общаясь с ними. Я думаю, что искусство большому для этого, для того, чтобы мы каждыми к жизни, будучи гениальными актерами, обменивались своими внутренними реальностями. Так я это вижу. — Последний краткий вопрос. Вы уже говорили по поводу диалога. Насколько он важен. Вы говорили о диалогичности жизни. — Да, да. Бахтинские вот эти вещи. — Ну, то есть, да. Что такое для вас диалог? — Ну, фундаментально. То есть, это выход диалога. Это основа философии. Сократ диалоги. Вся философия Платона — это диалоги. Если вот такого рода обратная связь, диалог. Да, я вхожу, выхожу, обмениваюсь активно, интенсивно, точное, живое. Если это в устройстве города, древнегреческий город Полис, там специальное пространство, площадь центральная, Агора называется, куда приходили жители и обменивались своими взглядами, мнениями, самочувствием, жизнями и принимали решения. То есть, это основа демократии из этого. Из такого рода полилога. Симфоническая теория личности, как Корсавин, например, или полифоническое, другое определение. То есть, человек, как вот множество фундаментальных измерений, которые, в моем понимании, которые связаны с главными культурными религиозными проектами. Тут очень большой объем идеи Мираба Мардашвили о психотопологии, например. Тоже фундаментальная в цикле работа Прусти, выраженная. Вот это, мне кажется, направление, такие очень важные работы, которые могут быть. Ну, для диалога полноценного, тут же тоже очень много актерских инструментов. Но все идет прежде всего от персонального измерения, потому что все остальные измерения, какими бы важными ступенями к реальности они не были, они нами проживаются через наше персональное измерение. Это очень важно понимать, поэтому персональное измерение и работа с ним – это ключ к всему. И поэтому работа актера над собой – это номер один задача для каждого творческого человека, работа над собой. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Кнопочка. Кнопочка. Продолжение следует...